Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Лападом. И сегодня речь пойдет о книге Антона Сои. Вы, может быть, знаете его как детского писателя. Но на самом деле Антон Соя это автор совершенно не детских, совершенно потрясающих, на мой взгляд, текстов. Таких, как Эмма Бойда, такая фантасмагория загробно-фантастически-мистическая. Густой замес из молодежной культуры современной. И неких философских притч. Невозможно жанр определить этой вещи. Это музыкальный продюсер. Это человек, который очень много сделал для отечественной музыки. Автор, составитель антологии рок-поэзии десятитомной. То есть там очень много чего есть в бэкграунде, как говорят. Но «Бездельники» Антона Сои это вполне понятный роман о конкретном времени. О времени ранней юности автора. 1984 год. Антон Сои чуть постарше меня, поэтому для него это уже юность. Одно единственное лето из жизни главного героя, только что закончившего школу, поступившего в институт, юного Энди, да, и его приятелей там, Дэн, остальных, которые, скажем так, глотнули невероятный, непостижимый и совершенно немыслимый для нас глоток свободы. Анотация описывает это как некую утечку, такую катастрофу, которая привела к утечке этой спрятанной, законсервированной свободы, катастрофу наподобие Чернобыльской, напрочь подорвавшую тоталитарный строй вокруг. Потому что вокруг был ленинский комсомол, друзья мои, во всей своей красе. Вокруг была вот эта чопорная, ханжеская, советская реальность, которая, несмотря на многие социальные плюсы, имела совершенно четкий вкус свинцовой такой несвободы. Но это свинцовое небо, оно не задавило юных героев книги, и их музыку, и их мироощущение, это было наоборот необычайно свободное время. Нам сейчас, может быть, и не почувствовать то, как мыслят и как живут вот эти герои, потому что мы совершенно в другой эпохе живем. Нам другое дано и другое даровано, если угодно. Но вот то, что делает Энди, то, как он живет, как он чувствует, это, во-первых, вот эта вот потрясающая свобода советской антиутопии. Что это за время? Это Ленинград, это ленинградский рок-клуб, это зарождающаяся панк-культура, это невероятно насыщенная, потрясающе интенсивная музыкальная жизнь, которая подобна музыкальной жизни Лондона, допустим, 70-х, 80-х, не менее богатая, как утверждает автор. У всего в этой книге есть документальная основа. Однако перед нами художественный текст, кстати, совершенно не предназначенный для юного читателя, и не только потому, что встречается обценная лекция или история о первой любви, точнее, влюбленности подростковой и первом сексе, а потому что это, в принципе, более понятная для старшего поколения вещь. Мы дожили, наконец, до времен, когда мемуары о тех годах стали для нас потрясающим открытием, по-настоящему увлекательным чтением. Слишком все изменилось, химический состав нашей крови изменился, мы уже по-другому все это ощущаем. И даже я, хотя я повторюсь, немножко помоложе. И вот эта самая кипучая, бурная жизнь, с одной стороны, у нас государство со всеми его свинцовыми порядками, но не забываем, что им не очень много, не очень сильно было до вот этих всех вот молодежных, хулиганистых, значит, непонятно кого, да, вот этих вот всех странных людей, да. Они, конечно, ловили, они, конечно, насильно стригли волосы, они, конечно, значит, поковали в ментовку, они, конечно, много чего делали, да, но при этом все-таки Питер был культурной, но провинцией в отношении Москвы, бдительность была не на высоте у органов соответствующих, и многое пробивалось, то есть можно было несколько лет жить в этом блаженном состоянии невероятной свободы, да, невероятного творчества. Естественно, Энди музыкант, естественно, он пишет песни, естественно, они собирают собственную панк-группу, и все это такое непричесанное, такое живое, такое молодое чувство и переживание героя описаны с беспощадным реализмом, я бы сказал, со скрупулезной точностью. Мы все испытываем, нам немножко стыдно, когда мы такое читаем, потому что, ну, мы, в общем, видим свой портрет в 16 лет, и это вот, это безумное, это безумное гормональное брожение, да, эти потрясающие совершенно экзерцисы подростковые, вот эти вот выкрики, жесты и прочие изломы, так сказать, перестраивающиеся психики, они, их довольно сложно показать, так, чтобы это было не противно. Вот, конечно, все это вызывает и ностальгию, и чувство такого легкого стыда, и чувство потрясающей сопричастности, потому что у всех у нас что-то подобное было. Кто против чего бунтовал, неважно, но мы были там, в этом времени, в этом мироощущении, и бездельники, это потрясающий совершенно оттиск вот этого чувства. И, может быть, у других были другие обстоятельства первой любви, первого какого-то дела. Мир вообще очень разнообразен. Как сказал Борис Гребенщиков в интервью Дмитрию Быкову, а что ленинградский рок-клуб? Ну, мы же были аквариум, мы же были как бы не настоящая рок-музыка. Мы там вот это вот что-то с флейтами такое, да, это же надо было, чтобы, у-у-у, вот это была рок-музыка, да, а мы же не были роком. Понимаете, все как-то оно сглаживается. Для нас сейчас это все часть истории, а тогда это было гораздо разнообразнее, гораздо пестрее. Есть в книге, конечно, и изнанка всего этого. То есть драки, да, пожалуйста, драки, да. Гопота с заточками есть она и тогда было, в 1984 году, и сейчас есть, вот, к сожалению. Вот это вот, вот эти вот, серая, значит, серая гвардия, которая отлавливала хиппорей и панков по улицам, тоже есть, да. Попойки с последствиями этих симпозиев тоже, соответственно, присутствуют. Это все часть жизни. Но при этом герой, он своей силой всеочищающей, все побеждающей молодости, свободы, вот этим полным дыханием, кто жив, тот и прав, да, кто жив, тот и, знаете, кто живет полной жизнью, по-настоящему все остро чувствует и торопится жить, тот и молодец по заветам Льва Николаевича. Вот это все, оно просто передано совершенно потрясающе в романе. Надо сказать, что «Бездельники», конечно, не просто портрет эпохи. «Бездельники» — это книга, которая может сослужить очень важную службу. Она может показать, как это совершенно точно, иронично, автор сказал в коротком послесловии, значит, «Смотрите, детки, как отрывались предки», вот, значит, может связать поколение, потому что из поколения в поколение происходит одно и то же, как вы понимаете. Вот, а при этом книга сама по себе, со всеми своими подробностями, деталями той жизни, не укоренена в советское время. Некоторые произведения в этом духе хочется сопровождать обширным аннотированным словарем, да, такими примечаниями. А «Бездельников» хочется просто прожить. Прожить как прекрасную попытку стать снова молодым. Ненадолго, на время, да, а потом вернуться в свою обеспеченную, такую умную, такую устаканенную современную жизнь. Но вот это вот, это, конечно, сказочное чувство. Не сказать, чтобы таких попыток не было вообще в родном искусстве, в современном кино, в современной литературе. Ну вот мне вспомнился сразу музыку «Стиляги», «Стиляги», хотя он совершенно про другое время. Про 50-е, про 60-е, и там все другое. Но попытки-то были. «Бездельники», мне кажется, одна из самых удачных попыток. Нет, не вернуть время вспять, не вернуть молодость, какой она была, а взглянуть на нее по-другому. С большой любовью, с большой нежностью, и с большим уважением к этому времени, без которых не было бы таких нас, какие мы сейчас есть. Свободные, умные, такие вот все постаревшие, если угодно. Вот такие «Бездельники» Антона Сой. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание.